Хотели как лучше? Получилось как всегда. Мусорная площадка, установленная на краю дачного общества, превратилась в свалку. Предназначенная для пожилых людей, которым тяжело носить отходы далеко, она превратилась в склад старой мебели и стройматериалов. О том, как одна мусорка рассорила дачников и председателя в сюжете Александра Попова. Поначалу соседи радовались тому, что еще одно коммунальное удобство стало ближе. Но ровно до появления вот этого кресла, вслед за ним, свалка вокруг баков с каждым месяцем стараниями нескольких нерадивых дачников только разрасталась. Они стали эту мусорку превращать в свалку. То есть начали постепенно возить одно, второе, третье. Делали замечания, которые везли тележками и все прочее, что зачем вы здесь свалку делаете? На что дачники отвечали? Уже свалка организована. Поэтому мы сюда все и везем. А вот отсюда вывозить почему-то уже несколько месяцев не получается. Руководство общества ссылалось на сложности с подъездом мусоровозов. Роман Одноприенко даже забор перенес, оставив угол для свободного проезда. Не помогло. Все, что сверху лежит, летит ко мне в участок. И каждый день начинается не с хорошего настроения, а начинается с уборки личного участка. Сначала председатель отказывался прийти на место, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки. Я ему сказала о том, что мы постоянно с соседями выходим, этот мусор убираем, что мы уже стали постоянными дежурными по свалке. Он сказал, очень хорошо, что вы неравнодушные люди. Продолжайте в том же духе. Что-то будем решать. Я ходила месяц назад. Операторы экологии Новосибирск нас заверили, что вывозят мусор постоянно. Но для крупногабаритных отходов нужна отдельная заявка. Ее от СНТ «Волна-1» пока не поступало. До председателя мы все же дозвонились. Причинами мусорного бедствия он назвал несознательность дачников и сложности технологии вывоза, в которой даже охранники задействованы. Сегодня вечером он мне позвонит и скажет, что на 10-й улице проезд не загорожен. И следующий звонок от него завтра утром, что контейнера вывезли. И вот так вот каждый раз. На сегодняшний день у нас три вывоза в неделю. Так что я думаю, что буквально за пару вывозов мы это все обеспечим. В любом случае нам обещали, что завалы точно уберут в течение ближайшей недели. Александр Попов, Антон Мамаев, Новости ОТС.